Привет, привет, здравствуй, мой друг, ты наверно заметил, что я занимаюсь всем понемножку, вот и сегодня я попробую попечатать экспериментальным пластиком соединив нейлон и пэт, купив эту прекрасную триммерную леску в москве, потому что в Нериске не продается я хотел попечатать ей, но к сожалению в интернете очень полно видео так что не стоит, наверное, те кто делает филамент из бутылочного пэ, постоянно жалуются, что внутри остается небольшой воздушный карман так давайте попробуем засунуть в этот карман триммерную леску да еще плюс ко всему у нас получится новое полимерное соединение, насколько оно прочное пэт и нейлон, давайте попробуем после небольшого застолья у меня остались вот эти бутылки, но не выкидывать же их пэт на таких бутылках немного толще, чем на остальных я не знаю какая ширина ленты мне понадобится, так что буду подбирать экспериментально уменьшая с каждым разом на миллиметр бутылки я никогда не сушу предварительно перед протяжкой если кто сушит, дайте знать насколько это влияет на филамент я думаю, что пластик просушивается при прогоне через сужающее сопло не так ли? запаковывать леску в пэт я решил два этапа на первом этапе я прогоню через 3 миллиметровое отверстие, чтобы немножко затянулось ну а второй это уже 1.75 приблизительно миллиметра чтобы уже все плотно село да, конечно запихать два материала одновременно оказалось очень проблематично но все же получилось как видите, обвертывание лески в пэт получается очень даже неплохо сперва хотел напечатать этим образцом, ведь у меня есть принтер под филамент 3 миллиметра эх ладно, люблю трудности, попробую сделать более распространенный диаметр прут получился очень твердый, посмотрите как стальная проволока интересно, напечатанные детали такие же будут крепкие ну да ладно, сейчас надо прогнать через более-меншее отверстие протяжка такого диаметра для моего станка, конечно оказалась затруднительной шаговый двигатель в некоторых случаях даже пропускал шаги но все равно пытался тянуть данный пруток ширина пэт ленты 7 миллиметров, диаметр триммерной лески 1 миллиметр у меня есть вот такой эталон, здесь отверстие 1.6-1.7 надо прогнать прут, посмотреть все ли в порядке все отлично, настало время напечатать мой традиционный тестовый диск скоро компания Kingroom пришлет мне принтер побольше чем этот хотя этот малыш тоже неплохо себя показал во всеразличных экспериментах температура стола 95 градусов, температура сопла 255 градусов диаметр 0,4 миллиметра, с такими настройками я обычно печатаю пэт пластиком посмотрите вот на эти образцы, более темный образец напечатан пэт пластиком из прошлых тестов ну а тот, что светлее, напечатан смесью пэт и нейлона Неплохо, неплохо, я думал вообще ничего не получится ну а теперь устроим к этому непонятному полимеру тест на профнепригодность ну в общем это оказался наверное самый живучий напечатанный тестовый диск конечно не мешало бы произвести какие-нибудь тесты связанные с трением например распечатать из этого материала зубчатые колеса пожалуй еще оберну пару десятков 3 мерной лески в пэт да, у меня есть на нее планы, материал неплохой, крепкий ну и заодно напечатаю вот эти вот стаканчики, чтобы проверить спиральную печать пришлось потратить еще кучу времени, чтобы намутить этот гибридный филамент ну думаю оно того стоит каких-то особых изменений в печати, отличающихся от пэт, я вообще не заметил конечно надо было упаковать 3 мерную леску и в другие цвета бутылочного пластика но к сожалению так в облом было идти на кормилицу как видите у меня уже целая коллекция из всеразличных вторичных полимеров про которые вы сможете посмотреть на моем канале филамент у меня еще остался и сейчас я напечатаю детальку для своего будущего проекта интересно для какого? так подпишись и жаркни колокольчик, чтобы оповещение приходило я преднамеренно выбрал этот тип гибридного полимера планируя напечатать крепление для колеса от гироскутера заодно и посмотрим насколько такой гибридный пластик хорош в эксплуатации а а а Время покажет насколько прочный получился этот материал Давайте подискутируем с тобой на эту тему. Нужен ли такой материал вообще. Пиши букву под видео, кстати я к каждому отвечаю на комментарии Да что то с YouTube все хуже и хуже. Говорят что замедли передачу данных на свои сервера. Наверное накроется скоро медным тазом в России У меня есть запасные каналы. Ссылочки в конце видео. Монетизации тоже нет. Да и судя по счетчику подписок российское видео перестало попадать в рекомендации Спасибо вот этим ребятам, что донатит мне на мои эксперименты. Спасибо ребятам. Но я с вами не прощаюсь. Не болей и храни тебя Господь. До встречи Не скупись на советы, предложения и пожелания. Какие эксперименты ты бы хотел еще увидеть. Я люблю самые безбашенные идеи Так что чуть-чуть находятся. До встречи